Всем привет, друзья! С вами Мистер Куэкс, и я решил сменить свой основной геймпад для компьютера, который я использую, по причине того, что этот геймпад, на который я уже делал обзор, он мне не очень нравится в плане крестовины. Да, она в принципе достаточно точная, но все же нет такого ощущения, знаете, хорошей крестовины, которая просто крест, вот без этой кругляшки какой-то, ну если вы понимаете о чем я. И, конечно же, я сразу начал думать о том, что 21 век, почему бы не купить блютуз геймпад. И компания 8BitDo, как я понял, это достаточно проверенная компания, которую многие уважают, которая многим нравится, которая делает хорошие геймпады. В ретро-стиле причем, да. Это мне нравится, потому что раньше в консолях, ну классные геймпады были, мне кажется. Сейчас тоже, конечно, но нет, хотя это и не для консоли геймпад, ну в общем, это не так важно. Многие в России делали обзор на геймпад их SN30 Pro. И я подумал, что очередное такое видео будет не очень интересно, поэтому решил купить N30 Pro 2. И сделать на него обзор. Что ж, по сути-то, по функционалу он такой же, как и тот SN30 Pro, но этот мне даже больше понравился тем, что у него свой как бы дизайн. То есть он не копирует дизайн геймпада какой-то там консоли. Мне это почему-то понравилась даже идея такая. В общем, мне кажется, я не прогадал. Ну что ж, давайте приступим. Обычно я исключаю момент распаковки из моих видео, но здесь я бы хотел уделить этому побольше внимания, потому что он запакован так же, как мой телефон за 10 тысяч рублей. Хотя сам он стоил 28 долларов, примерно, когда я его покупал. И да, в этот раз я не буду оставлять ссылку на продавца в описании, потому что я уверен, что вы можете найти еще дешевле. Просто очень много предложений. Вот. Что ж, упакован он реально классно. Сразу перед тобой. Да. Также внутри идет, конечно же, мануал. И здесь, конечно, я не смог упаковать его так, как надо, потому что сложно. Кабель для зарядки. С USB-C на USB. Это очень классная, опять же, идея, что здесь не micro-USB, а USB-C. Потому что все-таки будущее наступило, и уже micro-USB устаревать начинает, так скажем. А USB-C как раз вот здесь разъем. Ну что ж, давайте с распаковкой мы закончили. Вы поняли, что упакован он достаточно хорошо. Теперь о самом геймпаде, собственно. Так, куда поехал? Все. Вот. Да, он мне очень понравился. Сейчас буду объяснять. Во-первых, он существует в четырех различных дизайнах. Я взял в дизайне контроллера от Nintendo 64. То есть здесь A и B кнопки, они такие синие и зеленые. Прямо как на контроллере от Nintendo 64. Но это я не буду объяснять слишком долго. Ладно, цвета это не так важно. Просто по первым впечатлениям он вот очень приятно лежит в руке, потому что сзади такая шершавая поверхность. Да. Значит, что здесь есть? Замечательная крестовина, да. Хочется отметить, что она хороша. Я чуть позже покажу вам на примере игры ее. Она реально как бы такой клик делает, когда ты на нее нажимаешь. Вполне себе приятно, как мне кажется. Кнопки тоже делают такой клик как бы. Они не супер мягкие. Но мне это даже нравится. Может кому-то и не понравится. Так, сверху кнопки R1, L1, R2, R2. Да, вот эти кнопки на других геймпадах расположены обычно за вот этими. То есть вот здесь вот. И я, когда покупал геймпад, думал, что будет неудобно ими пользоваться, раз они вот там вот где-то. То есть придется как-то вот тянуться. А вот знаете, нет. Вполне приятно и удобно. Я опять же вам чуть позже покажу на примере игры. Но как оказалось, это вполне рабочая схема. И как бы никаких неудобств это не создает. Так, что ж, с этим разобрались. Значит, кнопки Start, Select и аналоговые стики. Да, конечно. У них небольшой ход совсем. Но для таких игр, в которых большой, собственно, диапазон хода-то и не нужен, они отлично подойдут, как по мне. Да, в шутеры невозможно играть на этом геймпаде. Если вы играете в шутеры на геймпадах, этот не для вас. Потому что ход маленький и как бы точно прицеливаться практически невозможно. Я пробовал. Я, кстати, шутеры не очень люблю. Я специально для этого видео скачивал себе шутер, тестил. Вот нет, не очень на самом деле. Может, конечно, профессиональные игроки там смогут адаптироваться, но не я. И да, конечно же, функциональность кнопок L3 и R3 сохранена. То есть, стики нажимаются. Вот что я хочу сказать. Ну и снизу вы уже, наверное, заметили кнопка Домой и кнопка Звездочка. Кнопка Домой, на ней логотип компании 8Biddu. Или 8Biddu, сложное название. А Звездочка это... Ну, работает как кнопка Share, знаете? Сделать скриншот там на Nintendo Switch. И да, кстати, этот же контроллер, я в самом начале видео сказал, что он называется N30 Pro 2. Что значит 2? 2 значит, что его сделали более адаптированным для Nintendo Switch консоли. То есть, в нем больше функций. Например, гироскоп с акселерометром в нем есть. То есть, вы сможете там прицеливаться в какой-нибудь Breath of the Wild спокойно вообще. Я не могу это протестировать, потому что у меня нет Nintendo Switch, к сожалению. Но, я думаю, вы понимаете, о чем я, если она у вас есть. А также здесь есть вибрация. Да, в таком маленьком геймпаде встроен даже вибромотор. Это очень приятно. Да, и немного про эргономику. Как я сказал, с кнопками сверху проблем в принципе нет, когда вы начинаете их использовать. То есть, вот так вот вы нажимаете эти кнопки, этой частью пальца вы нажимаете вот эти. И да, я тоже думал, что это неудобно. Поверьте, это вполне приятно и удобно. Серьезно. Ну и да, конечно, людям с огромными ручищами, с большими руками, такой геймпад вряд ли придется по вкусу. Потому что он маленький, серьезно. И да, по сути, вы держите его четырьмя пальцами. Вот так вот. То есть, эти пальцы, их практически некуда положить. Мизинцы так точно. То есть, как бы имейте это в виду при покупке. Сам геймпад хороший, но, возможно, его эргономика придется по душе не всем. Но вот касательно использования аналоговых стиков, здесь как раз более удобно. Потому что, опять же, на вот таком геймпаде, если вы крепко его держите, вам просто не очень удобно так будет аналоговый стик двигать. Ну, по личному опыту говорю. Ну, а здесь вполне себе, знаете, вполне. Да, палец прямой, как вы видите. Все нормально. Что ж, мне кажется, что я сказал все о его внешнем виде и эргономике. Давайте перейдем к части тестов. Итак, сегодня мы будем проводить тест на macOS и на Android. Потому что, как я уже сказал, свитч у меня пока что нет. Чтобы подключить геймпад к macOS, чтобы его вообще включить, вам нужно нажать A+, старт. Но это только для macOS. А так-то для подключения к каждой платформе у него свой способ включения. То есть, он в разные режимы как бы входит. Вы сейчас можете видеть это вот здесь вот под mode. То есть, по-разному вы его включаете. Но это все просто, потому что, к счастью, сзади у вас все это есть. Вы всегда можете посмотреть удобно. Так, значит, A плюс старт. Да, то есть, светодиоды замигали. И это означает то, что он готов к синхронизации. Если у вас устройство еще не знает этого геймпада, то тогда вы нажимаете кнопку синхронизации, вот эту вот. Держите ее 2 секунды. И геймпад входит в режим создания пары, или же режим синхронизации. Как это лучше назвать, не знаю. Вот у меня здесь появилось, появился значок Wireless Controller. Я нажимаю создать пару. Так, все, он подключился. Он немножко мне провибрировал в руку. Это означает, что он подключился. Сейчас светодиоды будут плавно включаться и выключаться, и так все время работает. Кстати, когда аккумулятор разрядится, будет разряжаться, то, ну, когда уже низкое значение заряда будет, то эти светодиоды станут гореть красным. Вот. Кстати, аккумулятор держит 18 часов, столько заявляет производитель. Я пока не проверял, потому что так долго не играл. Но вообще, как бы, пока я его и не заряжал. То есть, он у меня уже неделю почти, но я его еще не заряжал. Вот. Что ж, ну, а мы подключились. Значит, давайте тестить. Я буду тестировать, опять же, на эмуляторе OpenEMU, хорошем для macOS. Ну и, конечно же, чтобы показать вам его на примере платформера, давайте включим MegaMan 2. Да, он сразу же все там распознал. Все кнопки как надо поставил. Ну и давайте AirMan'а включим. И я вам покажу, собственно, как это все дело будет работать. Так. Ну, вот, как вы видите, все прекрасно работает. И да, большой задержки ввода, которая была бы неприемлема, я не заметил. То есть, как по мне, все вполне нормально. То есть, я нажимаю и почти сразу реакция. Я не отношу себя к тем людям, которые все очень точно замеряют. Просто я не вижу в этом смысла большого. Как по мне, главное, чтобы это не ощущалось в реальной жизни сильно. То есть, это вообще не ощущается, я вам так скажу. В общем, надеюсь, вы поняли суть моих рассуждений. Как по мне, все прекрасно работает и достаточно быстро реагирует. То есть, MegaMan 2 это игра, где быстрая реакция вроде бы и необходима. Так что, я думаю, вы верите моим словам. Потому что я как бы играю, вот вы видите, я никуда не падаю. Конечно, сначала я там упал, потому что отвлекся на разговоры. Да, крестовина замечательная для платформеров, конечно. Это стоит отметить. То есть, она очень приятная. Она делает этот клик, я уже как сказал. То есть, реально очень удобно пользоваться. Вот. Ну что ж, я так думаю, давайте я покажу вам на какой-нибудь другой игре еще пример. Здесь же. Ну что ж, как вы видите, играя в Зельду, так, Link to the Past у меня тоже проблем особых не возникает. То есть, я четко все направления нажимаю по диагонали. Никаких мискликов. Что, конечно, замечательно. И приятно понимать. Так. Я закрыл геймпадом геймплей. Вот, да, давно не играл в эту игру. Сейчас прохожу Link's Awakening на моей Nintendo 2DS. Так. Ну, в общем, я тут туплю немного, потому что на камеру. Но вы суть поняли, да? То есть, и да, для игр от Super Nintendo, конечно, замечательно подходит этот геймпад. По той причине, что у него раскладка такая же. То есть, кнопки XY, A и B, они расположены так же, как и на контроллере Super Nintendo. Вот. Что ж, давайте уже перейдем к тесту на Android. Ну, что ж, тест на Android. Значит, чтобы подключить геймпад к Android, вам нужно включить, конечно же, Bluetooth на своем телефоне. Ну, я уже пару там создавал, поэтому геймпад, то есть, устройство все запомнило. И да, так же это с Mac'ом работает. То есть, вы создали пару один раз, и все, устройство запомнило геймпад уже навсегда. Что ж, чтобы подключить к Android, мы уже нажимаем B+, Start. И все, он сразу подключил. И что хочется отметить, вы можете прямо в меню тут управлять и делать всякие действия. Как по мне, это не самое удобное, что здесь есть, но фишка классная. Но нам-то интересно, что в играх будет. Я не знал, на чем лучше протестировать, поэтому... Так, слишком темно. Поэтому выбрал Майнкрафт, чтобы показать вам как раз, как работают стики, какие у них мертвые зоны, и насколько хорошо это дело вообще работает. Так, ну что ж, сейчас он загрузит, и я вам уже расскажу о подробностях. Да, то есть, Майнкрафт сразу переходит в режим геймпада, потому что Майнкрафт для Android поддерживает геймпады. Что, конечно, замечательно. И да, все кнопки на своих местах. То есть, A это A, B это B, X это X, Y это Y. Что, конечно, тоже не может не радовать, потому что на том же контроллере Xbox, там эти кнопки, они поменены местами. Так что я думал, может здесь будет некоторое недопонимание. А нет, его нет, все правильно. Определяется и работает. Ну, помимо кнопок R2 и L2, и этих вот. То есть, они определяются не как там L1, а как LB. Это RB, это RT и это LT. Но это не так уже важно, не в этом беда, понимаете? Беды нет, как бы. В общем, я тут что-то наговорил, но вы, я думаю, поняли. Давайте зайдем в мир, и я вам уже покажу, собственно, пример работы в игре, где нужны оба стика. И да, я впервые, когда тестировал этот геймпад, играл в Minecraft на контроллере. И как оказалось, это вполне удобно, даже с таким небольшим контроллером. И как вы видите, эти вот кнопки вполне удобно использовать. То есть, я могу и эту кнопку использовать вполне нормально, и вот эти кнопки использовать вполне нормально, и вот эти. То есть, как по мне, это вполне удобно. Так, через камеру играть, конечно, не очень точно получается, но чувствительность стиков, конечно, здесь достаточно высокая, по той причине, что у них небольшой диапазон. Чуть позже я вам покажу, что у них там с мертвыми зонами творится. Но, знаете, что вполне приятно играть вот в такие игры. Да, в шутеры сложно, в Minecraft возможно, скажем так. И да, то есть, все вполне нормально. Работает там, где надо все кнопки. Вот эти вот кнопки, это то, о чем я говорил вам минуту назад. И я думаю, вы поняли. Ну и по поводу мертвых зон, они здесь мне, в принципе, нравятся. Они вполне нормальные. То есть, я сейчас попробую вам показать. Так, да, это интересная особенность. Почему-то, когда стик вправо нажимаешь, двигаешь, почему-то мертвая зона меньше, чем когда двигаешь его влево. Но, в принципе, они везде не особо значительные. То есть, как и на правом стике тоже. Хотя, ну, в общем, такие средненькие, нормальные мертвые зоны. Я видел, как на ютубе кто-то из англоязычных ютуберов... Так, я повторяюсь, но вы поняли. В общем, кто-то там говорил, что они сверхчувствительные, то есть, у них прям мертвых зон почти нет. Не соглашусь, знаете. Вот не соглашусь. Они, конечно же, есть. Они, как бы, ты понимаешь, что они есть, но они не критичные. То есть, играть в игры, где нужны оба стика и где, тем более, не обязательно нужно точно прицеливаться, вполне можно. Ну и в Майнкрафт тоже, вот, как вы видите, вполне нормально. Я сейчас, конечно, мало чего делаю такого особого, но я думаю, вы понимаете, о чём я сейчас говорил вообще и говорю. То есть, вполне можно играть, целиться там. Вот. Как-то так. Точно мёртвые зоны я не тестировал, но чисто вот показываю вам это на видео. Как по мне, нормально, опять же, повторюсь. Вполне неплохо для такого геймпада маленького, в котором есть всё с маленькими стиками, нормально. Вот. Ну что ж. И ещё, что хочется отметить, что тоже достаточно бросается в глаза, стики немного люфтят. То есть, вот так вот он ходит. Да, наверное, это свойственно всем стикам, но это достаточно заметно здесь. В принципе, играя, вы это не заметите. Так что я не могу причислить это к большим недостаткам. Просто имейте в виду, если будете покупать. Как и про мёртвые зоны. Тоже имейте в виду, что они не суперидеальны. Они есть. Это всё, что я по этому поводу хотел сказать. Давайте перейдём к заключению, наверное. Итак, что хочется сказать напоследок. Во-первых, я не отметил это, когда подключал его к Mac'у, но вы можете также использовать этот геймпад по проводу. То есть, вы подключаете комплектный кабель, подключаете к компьютеру, также включаете геймпад, и он уже работает в проводном режиме. Если вам это надо, то вы можете этим пользоваться. Вот. Ну и напоследок. Немножко тест... Ой, немножко сравнений размеров. К сожалению, геймпады от SNES Mini у меня отсутствуют, потому что свой SNES Mini мне пришлось продать, чтобы делать для вас видео с обзорами. Поэтому сравниваем с тем, что есть. Значит, этот вот геймпад от Logitech. Вот. Да, он заметно меньше. И я не знаю, в общем, нужно ли подробно их сравнивать. Вот. У меня есть Game Boy Color. Они, если честно, примерно одинаковые в длину. Ну, по ширине Game Boy Color раза в два толще примерно. Крестовина здесь поменьше. Но, кстати, они достаточно похожи. Хотя здесь помягче, вот сказать хочется. То есть здесь она такая мягкая, а здесь именно больше это вот клика, если вы слышите. Ну, и еще одно сравнение. Давайте. Не знаю, конечно, надо ли это кому-то. Но почему бы не сравнить? Значит, моя Nintendo 2DS и этот геймпад. Он совсем чуть-чуть меньше по ширине. Крестовина, конечно, заметно больше здесь. Но аналоговый стик меньше. Хотя и технология другая, разумеется. А кнопки больше. Те, что справа. Ну что ж, я так думаю, что на этом как бы и все. Надеюсь, я ничего не забыл сказать. Если я что-то забыл, спрашивайте в комментариях. Я на все вопросы отвечу. Ну что ж, в заключении скажу, что это замечательный геймпад для Мака, для ПК, для Андроида. На Свитче не тестировал. Говорят, тоже работает замечательно. Так что можете покупать и для Nintendo Switch. Я в будущем буду использовать его на Nintendo Switch и обязательно сниму вам видео о его работе именно уже с этой консолью. Но это в будущем. Что ж, а на этом, наверное, все. Замечательный геймпад. Всем вам советую. Ссылку в описании. Опять же, оставлять не буду, потому что я уверен, что вы найдете дешевле, чем я, потому что предложений очень много на Алиэкспресс. Я лично за 28 долларов 33 цента смог купить его. Вот. Ну что ж, я думаю, я все сказал. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и на канал. Оставляйте свои оценки и комментарии под видео. Спрашивайте меня, если вам что-то непонятно. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.